Девушки отдыхают Практики погребения Ежегодно умирает 65 миллионов человек И в зависимости от того, где они умирают, а также в зависимости от их веры Разные культуры и разные религии хоронят людей по-разному Однако все эти захоронения, независимо от того, где они происходят, имеют кое-что общее Пожалуй, самое важное – нельзя перечить покойным Верите ли вы в рай и ад или нет, верите ли вы в Бога или нет Самое главное – чтить умерших И это проходит красной нитью по всей истории Самым ранним захоронением около 100 тысяч лет И, вероятно, изначально причина крылась не в религии или ритуалах, а в практичности Мы находим много людей, похороненных в пещерах, то есть в местах, где они жили И захоронение было их способом обозначить территорию, как бы «здесь похоронены мои предки» Многие погребальные традиции основаны на той идее, что это не просто разлагающаяся плоть Это человек Это личность, чья жизнь имела значение И это восходит еще к каменному веку, когда людей хоронили в пещерах в позе эмбриона А вместе с ними клали инструменты, которые они использовали при жизни Так что эти традиции стары, как человечество За десятки тысяч лет погребальные методы начали отражать принципы организованной религии Древние культуры всего мира верили в то, что надлежащее захоронение Говорит об уважении не только к телу умершего человека, но также к его душе В древности существовали очень специфические обряды, которые использовались, чтобы помочь душе умершего попасть в загробный мир Например, в Древнем Египте существовала знаменитая книга мертвых, которая, по сути, представляла собой заметки, которые помогали душе умершего пройти через все испытания, тесты и ловушки Целью которых было помешать душе попасть в загробный мир Древние греки считали, что дух покидал тело сродни выдоху Поэтому было важно сделать так, чтобы тело попало в загробный мир как можно быстрее и объединилось с духом С этой целью людей часто хоронили с монетой во рту для оплаты хорону Перевозчику душ через реку Стикс, который мог помочь им в их путешествии и с поиском своей души Несмотря на то, что многие древние европейские общества, как греки, верили в погребение мертвых Часто они не пытались как-то красиво выложить могилы камнем или поставить памятник, как мы делаем это сегодня Как показывает история, в Европе людей всех сословий обычно хоронили в братских могилах И только люди самого высокого ранга, настоящая аристократия, могла надеяться на индивидуальное захоронение и индивидуальную отметку о своей смерти Однако, если говорить о ранней современной эпохе, 1400 или 1500 годы, люди стали все чаще хотеть остаться в памяти Постоянное место захоронения для отдельных личностей, которые не принадлежали к аристократам, стало обычным делом И начало появляться множество различных могил По мере того, как индивидуальные могилы становились все более привычным делом В 19 веке европейское и американское сообщества построили новые усовершенствованные кладбища Которые находились вдали от церквей и жилых кварталов Такие места называли садовыми кладбищами Садовые кладбища – очень интересная разработка Они появились, по крайней мере, в Америке в 1830-х годах Это было отдельное место, находящееся за городом Это был своего рода некроп, в который можно было зайти через большие ворота Эти кладбища, такие как Маунт Оберн в Кембридже, Лорел Хилл в Филадельфии, Гринвуд в Бруклине и многие другие, были значительно больше церковных могильников Они также были очень красиво благоустроены С извилистыми дорожками и холмами и с разнообразными насаждениями То есть здесь ты уже не думал, что о твоей могиле забудут Тут об ушедших думали так, что теперь они покоятся с миром В окружении красивых цветов и тех, кто их любит Смерть стала рассматриваться как тихий сон По оценкам, сегодня в Соединенных Штатах насчитывается 144 тысячи кладбищ В которых ежегодно хоронят более миллиона человек Поскольку практики захоронения тысячи лет Пожалуй, неудивительно, что мы унаследовали ряд суеверий о том, как следует проводить этот ритуал Например, считалось, что нужно выносить усопшего из дома ногами вперед Идея заключалась в том, что если вынести тело головой вперед Труп мог как бы оглянуться назад И этот взгляд якобы приглашал другого человека отправиться с умершим в загробный мир Еще считалось, что нельзя было возить тело в семейной машине Нужно нанять катафалк А катафалку нельзя было останавливаться по дороге на кладбище Потому что тогда дом, перед которым он остановился, мог впитать эту энергию смерти Также есть суеверие, что тот, кто несет гроб, должен делать это в перчатках Логика та же. От гроба может исходить некая устойчивая энергия смерти А надев перчатки, вы могли защитить себя от нее Люди любят превращать процесс погребения в своего рода обряд Так что если подумать, чем эти обряды и ритуалы помогают нам Когда мы следим за соблюдением определенных правил Так это тем, что мы получаем некий контроль в той области, которую по определению не контролируем Миллиарды людей во всем мире верят в то, что священные обряды и традиции Это правильный способ подготовить душу человека к загробной жизни Но, с другой стороны, на протяжении всей истории встречались и такие обычаи, целью которых было не помочь душе усопшего, а скорее навредить ей Такие обычаи называют девиантными захоронениями Термин «девиантное захоронение» пришел из археологии Изучая останки, археологи смотрели Если чье-то захоронение отличалось от всех других, это называли девиантным захоронением Например, в одной польской деревне археологи обнаружили около шести захороненных трупов на шее или в районе таза, которых были найдены серпы Смысл заключался в том, что если бы труп попытался встать, он оказался бы разрублен Вполне возможно, что эти люди сделали что-то очень плохое при жизни Они практиковали черную магию или были убийцами Идея состояла в том, что если их тела будут достаточно изуродованы, они не смогут попасть в загробный мир Люди во всем мире готовы пойти на многое, чтобы обеспечить достойное захоронение своих близких Но, с другой стороны, на протяжении всей истории люди также проверяли, действительно ли человек фактически готов к погребению Просто чтобы никто не был похоронен заживо Страх быть похороненным заживо был довольно распространен вплоть до 20 века, когда благодаря медицине таких случаев стало в разы меньше Чаще всего это встречалось и в Европе и Америке в 18-19 веках, в основном из-за медицинских практик и погребальных обычаев того времени Это было время, когда ставили неверные медицинские диагнозы И людей на самом деле хоронили заживо А истории об этом становились сенсацией И таким образом распространялась паника В 19 веке страх быть погребенным заживо появился отчасти из-за эпидемии холеры Холера сопровождается сильной диареей, которая уменьшает количество электролитов в организме И в крайних случаях может вызвать кому Так что порой люди казались мертвыми, но они находились в вегетативном состоянии, из которого могли выйти Но если их хоронили, они все еще были живы, и это ужасная смерть В те времена страх оказаться в ловушке в деревянном ящике под тонной грязью без возможности спастись был настолько распространен, что этой фобии даже дали название Ее назвали тафофобия Тафофобия заключается в том, что человек боится быть погребенным заживо Эдгар Аллан По, который написал рассказ «Преждевременное погребение», сам боялся такой участи Композитор Фредерик Шопен желал получить ножевое ранение в сердце и истечь кровью, чтобы убедиться, что на момент обследования врачами он будет мертв И даже Джордж Вашингтон так боялся быть погребенным заживо, что написал в своем завещании, чтобы его тело пролежало в кровати три дня после объявления его мертвым, чтобы убедиться, что он не придет в себя По оценкам, к 1890 году около 2% погребенных были захоронены заживо Без сомнения, это сильное преувеличение, но в то время люди в это верили Настолько, что в 1896 году была создана Лондонская ассоциация по предотвращению преждевременного захоронения Они даже выступали в парламенте от имени врачей, чтобы привлечь больше внимания и требовали, чтобы врачи подтверждали смерть Несмотря на все усилия врачей, в то время было очень сложно определить, жив человек или мертв Поэтому, чтобы людям было спокойнее, власти Европы были вынуждены принять решительные меры Вена, Австрия В этом знаменитом городе находится Венское центральное кладбище Второе по величине кладбище во всем мире В его центре стоит небольшое здание, в котором сегодня находится музей Но в 19 веке его называли Лейхенхаусом Лейхенхаус был своего рода моргом, где тела хранились какой-то период времени, обычно около трех дней И где за ними следили, чтобы убедиться, что человек действительно мертв И его не хоронили заживо в состоянии комы или каталепсии Те, кто работали в Лейхенхаусе, в основном гробовщики Следили за тем, чтобы людей не хоронили заживо И для этого у них было несколько способов Например, у них был нож для сердца И это была услуга, о которой вы могли попросить врачей И тогда кто-то из них получал право, возможность и привилегию Воткнуть нож в ваше сердце, чтобы убедиться, что вас не похоронят заживо В наше время это может звучать немного жутко Что врачи когда-то ранили своих пациентов ножом, чтобы определить, живы они или мертвы Но правда в том, что истерия, связанная с погребением заживо Была так распространена, что появилась целая индустрия, помогающая успокоить людей Благодаря причудливым приспособлениям, известным как «безопасные гробы» Если вы боялись быть погребенным заживо, решением был «безопасный гроб» Все начиналось довольно просто, со звонка, привязанного к веревке, которая находилась в гробу под землей Если вас хоронили заживо и вы очнулись в гробу, вы могли потянуть за веревочку, раздавался звонок И отсюда пошло выражение «спасенный в последнюю минуту» А если у вас было много денег, вы могли приобрести более изощренный гроб Тут добавлялись воздуховоды, а также окна, чтобы в гробу было больше света Бывало, людей хоронили даже с ключом в кармане, чтобы они могли открыть гроб изнутри, если вдруг очнутся Люди запатентовали огромное количество безопасных гробов Они включали в себя такие устройства, как, например, маленькие флажки Порой в такие гробы клали еду или воду, устанавливали дыхательные трубки, а иногда даже перископы Один из лучших вариантов был у врача из Вермонта по имени Тимоти Кларк Он придумал собственный безопасный гроб Он установил несколько каменных лестниц рядом со своей могилой, вместе с бетонной стеной Так любой мог спуститься вниз, чтобы спасти его, если это было бы нужно Но самым интересным было то, что он также установил окно, врезал его в камень, прямо над своим лицом Он умер в 1893 году, и врачи не ошиблись Он действительно был мертв Безопасные гробы могут показаться странным изобретением ушедшей эпохи, и сейчас они не актуальны Но верите вы или нет, даже в наше время бывали такие случаи, когда людей по ошибке хоронили заживо Быть погребенным заживо – очень редкое явление, по крайней мере в наше время, но такое все же случается Например, в 2018 году жительница Бразилии очнулась, когда ее уже похоронили, и пробыла под землей 11 дней Сейчас погребение заживо можно встретить не так часто, как раньше И если подумать, очнуться в гробу, наверное, одна из самых страшных вещей, которые могут произойти с человеком Геттисберг, Пенсильвания 4 июля 1863 года Наутро после самой кровавой битвы Гражданской войны Тысячи тел погибших солдат оказались разбросанными по залитому кровью полю боя Армия Союза перенесла останки погибших в свой полевой госпиталь в лагере Леттерман Но что любопытно, в одной из палаток тела подготавливали не для погребения А скорее, им вводили некое вещество, способное предотвратить разложение И сейчас этот процесс известен как бальзамирование Бальзамирование появилось во время Гражданской войны, когда хирурги того времени бальзамировали солдат, чтобы их тела могли доехать до близких Процесс бальзамирования заключался в том, что бальзамировщик вводил в организм консервант, например, формальдегид И после этого забальзамированные тела отправляли домой близким По оценкам, за время Гражданской войны было забальзамировано около 40 тысяч солдат Эта практика стала настолько распространенной, что привлекла внимание президента США Авраама Линкольн Президент Линкольн оказался так впечатлен этим процессом, что он сам захотел быть забальзамированным И его действительно забальзамировали и отправили в тур по Соединенным Штатам на поезде Именно благодаря ему бальзамирование обрело популярность в Америке Он создал целую американскую традицию, которая практикуется и в наши дни Сегодня, по оценкам экспертов, 50% всех покойников в Соединенных Штатах бальзамируют, чтобы тело хорошо выглядело во время траурных обрядов И напрашивается вопрос, зачем люди идут на такое, чтобы сохранить останки мертвых? Тот факт, что мы накачиваем организм химическими веществами, используем косметику и делаем вид, что люди просто спят, а не умерли Все это лишь способ пережить горе и создать социальное и эмоциональное пространство, которое считается уместным у людей, выражающих свое горе открыто Они так празднуют жизнь Большинство людей знакомы с широко используемыми методами бальзамирования Но мало кто знает, что в современной истории происходили довольно странные случаи, когда бальзамирование использовалось для сохранения умершего не на несколько дней или недель, а скорее на десятилетия Буэнос-Айрес, Аргентина, 26 июня 1952 года В 8.25 вечера жизнь этого шумного города резко изменилась, когда власти прервали все радиопередачи, чтобы объявить о смерти первой леди Аргентины Евы Перрон Или как ее ласково называли Эвита Эвиту называли духовным лидером нации Она была королевой Дескамисадос, без рубашечников, которые составляли большую часть рабочего класса У нее был свой взгляд на нужды людей рабочего класса и на влияние социальной политики на жизнь таких людей Так что Эвита пробуждала в них уважение и любовь На ее похороны пришло более двух миллионов человек Они стояли в многокилометровой очереди и ждали, чтобы увидеть ее, пройти рядом и прикоснуться к гробу Грубо Эвиты хотела подойти так много людей, что похороны длились целых 16 дней Но что еще более примечательно, так это то, что тело Эвиты все время сохраняло невероятно реалистичный вид Потому что ее муж, президент Хуан Перрон, пошел на серьезный шаг, чтобы сохранить ее красоту Наняв знаменитого бальзамировщика, известного как доктор Педро Ара Педро Ара даже написал книгу о том, как он бальзамировал Эвиту Он использовал особую технику Выкачивал из тела всю кровь и заменял ее на глицерин, а также добавлял воск и пластмассу Так ее тело выглядело практически как живое Бальзамирование Эвиты стало его способом увековечить силу, которой она обладала Люди планировали поместить тело Эвиты внутрь погребального памятника Метров 300 в высоту Но этого так и не сделали Памятник Эвите так и не был создан, потому что 19 сентября 1955 года Хуан Перрон был свергнут в результате военного переворота И новое правительство Аргентины приняло решение спрятать забальзамированное тело Эвиты Место нахождения останков Эвиты оставалось загадкой 16 лет Пока в 1971 году не выяснилось, что аргентинское правительство тайно похоронило Эвиту в Милане в 1955 году После этого останки Эвиты эксгумировали и привезли в Испанию, где Хуан Перрон жил в изгнании Человек, который привез тело в Испанию, Гектор Кабанильес, был поражен тем, насколько красивой была Эвита И насколько живой она оказалась Создавалось ощущение, что Эвита до сих пор жива Ее тело разместили в доме Перронов, согласно некоторым источникам, в столовой Позже Хуан Перрон вернулся в Аргентину И, наконец, 22 октября 1976 года, более чем через 20 лет после смерти Эвиту Перрон наконец похоронили в фамильном склепе на кладбище Риколета в Буэнос-Айресе Хотя история бальзамирования Эвиты кажется необычной и жуткой За последние годы многие люди испытали на себе похожую основательную форму бальзамирования Известную как радикальное бальзамирование Радикальное бальзамирование – это отдельный вид бальзамирования В результате которого люди не просто мирно лежат в своем гробу Бальзамировщики ставят их в позы, в которых они любили находиться при жизни Что позволяет членам их семьи и близким делать с ними настоящие фотографии И вести себя так, как будто они до сих пор живы Примеров радикального бальзамирования очень много Все зависит от самого покойного Их поза могла быть связана с тем, что они любили при жизни Кто-то может читать книгу, слушать музыку, вести машину И когда близкие приходят навещать их, они вспоминают, какими те были Радикальное бальзамирование – это попытка сохранить тот последний момент Перед тем, как этот человек ушел навсегда Лестер, Гаити, 1980 год В этой маленькой деревне Анжелина Нарцис занималась своими делами, когда к ней подошел человек, назвавшийся ее братом Клервиусом Это может прозвучать как трогательное воссоединение, но была одна проблема Клервиус Нарцис умер, и его похоронили почти 20 лет назад Клервиус был гаитянином, родившимся в 1922 году В 1962 году он приехал в больницу Среди симптомов была высокая температура, усталость, а также кашель с кровью Его сердце остановилось, и он перестал дышать После чего его объявили мертвым и похоронили 20 лет спустя человек, назвавшийся Клервиусом, появился в своей деревне и пришел к своей сестре Во многих отношениях его история подтвердилась Он имел внешнее сходство с покойным Он назвал свое прозвище, которое знал только он и его сестра еще из их детства Таким образом, он смог сообщить некоторые детали своей прежней жизни И его история подтвердилась Но если Клервиус Нарцис умер и был похоронен Как ему удалось выжить и найти свою сестру почти 20 лет спустя? Что ж, по словам Клервиуса, он не лежал в своей могиле, потому что был один жрец Вуду, который превратил его в зомби На Гаити зомби — это люди, чьи души украл колдун, в результате чего им было выделено отдельное постоянное место в чистилище На фоне этого невероятного цикла смерти, возрождения и возвращения к жизни И все это вызывалось ядом, известным как пудзомби Там было множество ингредиентов, включая различные растения и рыбий токсин Эта смесь блокировала натриевые каналы и нервы, что вызывало паралич и смерть Но что самое важное, если вы переживете все это, вам будет не о чем беспокоиться Этот интересный яд заставлял людей казаться мертвыми По словам Клервиуса, его парализовал жрец Вуду Клервиус сказал, что его накачали и дали какую-то смесь, которую он был вынужден принять, что и помогло ему притвориться мертвым Нарцисса похоронили А потом жрец выкопал его из могилы И 20 лет заставлял работать на своей плантации сахарного тростника С точки зрения гаитян, те, кто становились зомби, превращались в наемных работников И потерять свою душу, свою личность, свою независимость по итогу, такая судьба казалась хуже смерти Истории о том, как Клервиуса Нарциса похоронили, а затем он очнулся и превратился в зомби Попало в заголовки газет по всему миру Многие эксперты расследовали этот случай в надежде пролить свет на то, что именно произошло Первый вопрос, который у всех возникал, был таким Действительно ли Клервиус казался мертвым только потому, что его накачали? Или была какая-то правда в том, что он действительно умер, а потом его воскресил жрец Вуду? Что сделало случай Нарциса таким уникальным? Так это то, что его объявили мертвым в американской больнице Альберта Швейцера в Ламбарене Члены его семьи были свидетелями и подтвердили его смерть Все эти факты привели к статье, опубликованной учеными в 80-х годах Где они сказали, что обнаружили первый случай зомбирования, подтвержденный медициной Существует много теорий о том, как Клервиуса Нарциса объявили мертвым, после чего он вернулся к жизни В конечном счете его случай остается загадкой Но многие гаитяне убеждены в том, что Клервиус действительно восстал из мертвых А для некоторых его история служит напоминанием о том, что различие между живыми и мертвыми может быть не таким однозначным, как может показаться Нарциск никогда не сомневался, что станет зомби Нагаити зомби – это изгои, которые находятся на грани между жизнью и смертью И это не изменится до конца их существования Так что мысль о том, что человек может восстать из мертвых, окутывает всех нас тайной, трепетом и смертью Солт-Лейк-Сити, Юта, май 2022 года Ученые из университета Юты опубликовали исследования в журнале Nature с результатами своего необычного эксперимента Они взяли клетки глаза у покойного человека А затем, с помощью электростимуляции, реанимировали мертвые клетки и вернули их к жизни Подобные эксперименты подчеркивают тот факт, что смерть не всегда является конечной точкой Когда дело доходит до понимания того, что происходит в области биологии смерти Смерть по-прежнему считается, согласно так называемому гарвардскому толкованию смерти мозга, необратимой комой Но будет ли смерть необратимой в ближайшем будущем? Нисколько Видимо, после столетий использования священных обрядов, показывающих почтение к умершему Человечество может оказаться на пороге освоения современных технологий, делающих саму смерть пережитком прошлого Хотя такая возможность может показаться странной Правда в том, что с 19 века многие люди пытались использовать науку с целью оживления мертвых А не для проведения ритуалов в их честь Одним из первых таких ученых был итальянский врач по имени Джованни Альдини Джованни Альдини с помощью электричества заставлял дергаться лягушачьи лапки А затем перешел к овцам, свиньям, коровам и быкам Но по сути он хотел увидеть, что происходит с человеческой тканью Он нашел мертвеца, подключил к нему провода И смог заставить его лицевые мышцы дергаться У него открылся левый глаз, и он даже сделал глубокий вдох Как оказалось, у друга Альдини была дочь по имени Мэри Уолстон Крафт Годвин Которая запомнила эту историю и вдохновилась ею А спустя годы она написала роман «Франкенштейн» под фамилией своего мужа Мэри Шелли Роман Мэри Шелли был опубликован в 1818 году Он рассказывает историю доктора Виктора Франкенштейна Который нашел способ вернуть к жизни мертвую материю Он собрал человека из разных частей тела, но воскресив его, он пришел в ужас от своего творения Франкенштейн Мэри Шелли интересен тем, что это было первое воплощение сумасшедшего ученого Который зашел слишком далеко, пытаясь взять на себя роль Бога И делая то, что не должен был делать, в результате чего появилось чудовище Можно подумать, что дурная слава доктора Франкенштейна и его чудовищного творения Должна была разубедить ученых пытаться воскресить трупы Но в 20-30-х годах советский ученый Сергей Брюханенко Провел ряд ужасных экспериментов, которые игнорировали предупреждения романа Мэри Шелли Брюханенко хотел воскрешать людей И он шел на очень многое, чтобы человек вернулся к жизни Он изобрел аппарат искусственного кровообращения и автожектор Это было новаторское изобретение, благодаря которому органы могли функционировать за пределами тела Сергей Брюханенко, пожалуй, наиболее известен тем, что брал собак Которые чаще всего являлись его подопытными животными Обескровливал их, то есть лишал крови, и они умирали Затем, с помощью автожектора, он наполнял их кровью, насыщенной кислородом И оживлял Сергей Брюханенко положил начало тому, что сегодня мы называем аппаратом искусственного кровообращения Который в будущем, возможно, будет использоваться для более амбициозных исследований Существует много передовых исследований, которые многим могут показаться неприятными Речь идет о способности отращивать конечности Какие-то отдельные части тела и, конечно же, значительные части головного мозга как способ воскрешения Но если и когда человечество наконец сможет победить смерть, каковы будут последствия? Действительно ли это хорошая идея? Избавиться от тысячелетней традиции, не давая мертвым покоиться с миром? Мы вступили в эпоху, когда вопросы о том, что может сделать наука и что ей не нужно делать, стоят особенно остро Цель погребальных обрядов заключается исключительно в том, чтобы помочь душе перейти от жизни к смерти Но если тело воскреснет, что будет с душой? Такие ситуации меняют наше видение настоящей прагматики смерти Южная Корея, 2000 год Правительство Южной Кореи приняло спорный закон, согласно которому люди могут лежать в могиле только 60 лет Через 60 лет их тела эксгумируют и утилизируют экологически безопасным способом Идея так называемых временных захоронений может шокировать Но факт в том, что проблемы с местом на кладбище существуют уже несколько десятилетий Сегодня в большинстве стран мира, где погребение до сих пор практикуется Людей хоронят только на какое-то время Вы, по сути, арендуете могилу И позже ваши останки убирают оттуда Во многом это ответ на то, что на земле живет очень много людей Уже более 7 миллиардов И мы по-прежнему умираем, как и всегда В конце концов, у нас закончится земля И мест для захоронения не останется Поэтому сейчас захоронения встречаются все реже и реже Кремация становится все более популярной во многих частях света За последние 65 лет популярность кремации в Соединенных Штатах выросла более чем на тысячу процентов С 2015 года более половины умерших американцев просили кремировать их останки И многие люди экспериментируют с новыми способами использования таких останков В прошлом, когда кого-то кремировали, прах засыпали в урну Но сейчас у нас появились другие возможные варианты Люди хотят, чтобы их прах развеяли в любимом месте И так тело как бы рассеивается В последнее время появилось много вариантов использования праха Например, вы можете превратить его в бриллиант В Корее есть компания, которая превращает прах в сосуд с гранулами которые чем-то напоминают икру Некоторые люди смешивают прах с бетоном и сбрасывают в океан, где они могут стать частью кораллового рифа Есть много вариантов того, что можно сделать с прахом Одна из самых странных просьб за всю мою карьеру как бальзамировщика и гробовщика заключалась в том, что меня попросили взять прах чьего-то близкого человека и превратить его останки в картечь то есть снаряды, которые они позже хотели выпустить На фоне артиллерийских снарядов традиционные способы захоронения кажутся довольно обыденными Однако многие эксперты сходятся во мнении, что по сути в конечном счете не имеет значения как мы прощаемся с человеком и его останками Скорее то, что мы говорим, имеет гораздо большее значение Это моменты, которые происходят на биологическом уровне без вмешательства человека но мы формируем вокруг них наши ритуалы и верования Исследование этим принципам говорит нам одну очень важную вещь что человек все еще с нами Если бы его не было здесь если бы какого-то элемента души или духа человека не было рядом у нас бы не было никаких традиций И тот факт, что мы этим занимаемся как бы напоминает нам о том, что близкий человек остается с нами Итак, вы бы хотели, чтобы ваше тело превратилось в украшение? Или чтобы его посадили вместе с деревом? Это может звучать необычно, но опять же как мы можем сказать наверняка что считается надлежащим захоронением Нет сомнений, что технологии сыграют важную роль в том, как мы будем хоронить людей в будущем Или, возможно, жесткие диски и голограммы позволят нам жить вечно Это любопытная точка зрения но пока все это остается необъяснимым Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...